Если хочешь быть здоров, не забудь про спорт. А участники традиционной зимней спартакиады и Кубка ГТО городского округа Щелково знают, как никто другой, что физическая культура – одна из составляющих здорового образа жизни. Сегодня им предстоит пройти немало испытаний, сдать нормативы комплекса и, конечно, провести время с пользой. А значит, сделать очередной шаг вперед. В этом году мы практикуем новый формат зимней спартакиады. Он совмещен с сдачей норм ГТО в рамках Кубка ГТО. И мы, конечно, должны пробовать различные формы для того, чтобы вовлекать жителей, проживающих на наших территориях, активным занятием спортом, систематическим занятием спортом. И, конечно же, сдача норм ГТО. Все территории нашего городского округа активно в этом участвуют. Самое главное, что люди стремятся заниматься физической культурой, спортом. Что сейчас среди молодежи быть спортивным модно. Модно не курить, не пить, заниматься спортом, сдавать ГТО. Настоящий праздник спорта – сдача норм ГТО. Зимняя спартакиада. Спорткомплекс Подмосковья собрал самых сильных и выносливых людей, которых объединяет одна цель – стать еще сильнее. Пополнить копилку личных достижений очередным результатом. Перед началом спортивных состязаний и сдачей нормативов наградили тех, кто уже добился немалых результатов в спорте. Марина Шмонина – легкоатлетка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, а ныне тренер по легкой атлетике. В этот день Марину Константиновну наградили знаком отличия за заслуги в развитии физической культуры и массового спорта. Также были вручены серебряные и золотые знаки ГТО тем, кто шел к своей цели, сдавая нормативы комплекса. Чтобы сдать на золотой значок, я много бегала, приседала, отжималась. Спорт – это основа жизни, то есть без спорта мы не сможем ничего сделать. В этом празднике спорта принимают участие порядка тысяч человек со всего округа. Их ожидают отжимания, подтягивания на перекладине, стрельба, бег на длинные дистанции, рывок гири. Всего же 9 дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне». И не менее интересная программа спорта-киады, как в помещении, так и на улице. Традиционные зимние виды спорта – семейная эстафета. Но и куда же без перетягивания каната. Здесь, как всегда, самые сильные демонстрируют свои спортивные таланты и настоящий командный дух. Словом, захватывающе. Так кто же сегодня окажется первым среди силачей? На этот раз, впрочем, далеко не в первой команда из Огуднева лучшая в перетягивании каната. Спасибо ребятам за победу. Молодцы, что всегда приезжают, поддерживают нашу команду. На протяжении многих лет, да, мы первые. И это хорошо. Они готовы к труду и обороне, знают наверняка, что спорт – возможность не только стать сильнее и выносливее, но самое главное – провести время с пользой, а также возможность подать пример. Анна Балиет, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».